Здравствуйте! Сегодня я бы хотела рассказать вам такую актуальную на сегодняшний день и наболевшую тему, как раздел совместно-нашедшего имущества после развода. Значит, многие люди заблуждаются в том, что раздел совместно-нашедшего имущества после развода есть срок давности, такой как три года. Это совершенно неверно. То есть, да, есть такая статья 7, да, статья 7, да, 38-го Семейного кодекса Российской Федерации о том, что срок давности по исковому заявлению составляет три года, но также там в комментариях не указывается, с какого момента начинается отсчет. Я хочу вам пояснить, что в соответствии с постановлением Верховного суда номер 15, который опирается на статью 195-200 Гражданского процессуального кодекса, а также на статью 9-го Семейного кодекса Российской Федерации, говорится о том, что срок давности подачи искового заявления начинает свой отсчет трехлетний, только с того момента, как вторая половина супругов, да, кто пострадал в этом случае, узнает о своих нарушениях, своих прав. То есть с того момента, как, например, прошло 10 лет после развода, да, и жена подает на мужа на раздел совместного нарушитого имущества. Вот с того дня и начинается отсчет срока давности – три года. Так как это постановление было вынесено Верховным судом, да, городской суд имеет право, полное право отказать неудовлетворительные требования по данному заявлению. Для этого нужно, то есть вы подаете на раздел имущества, да, городской суд вам отказывает от удовлетворения исковых заявлений, просто нужно взять и написать апелляционную жалобу на решение городского суда в Верховный суд. Верховный суд, опираясь на свое же постановление, которое вам проектовало, постановление Российской Федерации номер 15, он, как правило, должен удовлетворить, ну, и удовлетворяет, да, такие данные иски и признает то, что раздел совместного имущества должен все-таки произойти. Так что не путаем, не забываем. Если есть какие-то вопросы, обращаемся в личный. Продолжение следует...